Очередное заседание рабочей группы по защите безнадзорных животных прошло в Сочи в расширенном составе. Приехал руководитель краевой ветеринарной службы и представители законодательного собрания Краснодарского края. Лидеры сочинской зоозащиты пришли на встречу с вполне конкретными предложениями по изменению законодательства. Ввести официальное понятие заводчик, налоги, ответственность хозяев за самовыгул, создать электронную базу о собаках и кошках. Это та основа, без которой никакие ветеринарные мероприятия на территории Краснодарского края, в частности города Сочи, я считаю, достаточно нормально, на нормальном уровне проводиться не могут. Часть предложений представители краевой законодательной власти поддержали, однако их практическая реализация возможна лишь когда соответствующий закон об ответственном обращении с животными будет принят на федеральном уровне. Со своей стороны сочинская рабочая группа подготовит такое обращение в Госдуму. Наша задача во многом выработать общие подходы, общие механизмы, которые позволят нам, в том числе используя наши законодательные инициативы, обращаться прежде всего в Государственную Думу, для того, чтобы мы навели порядок прежде всего с федеральным законодательством. В Краснодарском крае действует ряд региональных законов и постановления о регулировании порядка численности безнадзорных животных. На его основании администрации районов заключают муниципальные контракты на отлов. Сочинским приютам предложили участвовать в этих конкурсах, а выделяемые средства тратить на содержание и стерилизацию животных. В этом году краевых субвенций будет направлено свыше 6 миллионов. В следующем году финансирование планируют увеличить. Работы на самом деле проведено очень много. Были выезды на действующий приют на Барановке, работа с правозащитными и общественными организациями и приютами действующими, которые существуют на территории города Сочи. Выявлены были проблемы, которые существуют, что не так развита система штрафов. Далее они очень низкие. Что у нас на сегодня не совсем корректно выполняется 300-е постановление губернатора. И над этим нужно работать и отрабатывать методику. Главный инструмент в борьбе с безнадзорными животными – это стерилизация. С начала года на территории Сочи почти 2000 собак и кошек были прооперированы. По словам ветврачей, стерилизация приносит животным только пользу и продлевает им жизнь. Однако статистика скупая, отмечают представители власти и зоозащитники. Хозяева многих собак и кошек не проявляют сознательность, а потом избавляются от нежелательного потомства. Как следствие, животные попадают на улицу, если повезет в приют. В первую очередь необходимо чипировать животных. Я знаю, что на территории города Сочи в соответствии с 800-м крайним законом проводится работа по идентификации данных животных. И с начала работы данного закона, это конец 2016 года, идентифицировано свыше 3000 животных. Между тем продолжается совместная работа представителей зоозащиты, волонтеров и администрации в приютах Хостинского района. По поручению главы города Сочи здесь будет проведено поэтапное благоустройство. Приняты следующие решения. Первое – привести благоустройство в надлежащее состояние непосредственно в Барановке. Это там, где существует сегодня уже приют для животных бездомных. Мы уже 3 числа начнем разравнивать дорогу. Сейчас идет подготовка по освещению территории. Как отмечают сочинские общественники, вопрос о защите животных на курорте, как и во всей стране, остается острым. Однако, объединив усилия с местными властями и краем, можно достигнуть нужного результата.